Никому не нужный блог. Йоу-йоу, никому не нужный блог. Сегодня день моряка-подводника, поэтому исследуем знаменитую подводную лодку Д-2 на Васильевском острове. Давно надо было туда сходить. Позвали ребята из проекта Зов Земли, подписывайся. Там вообще невероятные какие-то вещи, кочевые народы, фестивали, события. Просто топ. На самом деле класс ходить по музеям. Сразу вспоминаю студенческие годы. Я экскурсовод по образованию. Это достаточно весело. Кстати, дорогой зритель, расскажи, какой самый прикольный музей в нашем городе, по твоему мнению? И вот уникальная фотография для нас. Это три друга. Капитан, тогда еще третьего ранга, Линденбир, командир нашей лодки времен Великой Отечественной войны. С ним командир Бочаров. И внизу Маринес. Три друга, три кронштадца, три командира подводной лодки. Для нас очень ценно, конечно. Здесь есть склянки, которые бьется один удар, а есть двойной удар. И вот этот двойной удар – это самое высокое искусство. Такие пацифические значки здесь. Нормальный аккумулятор. Просто срочники, которые прибыли буквально месяц назад в ряды нашего военно-морского флота. И тогда вода нам как земля. И тогда нам экипаж семья. И тогда любовь нас не против. Хоть всю жизнь служит в военном ходе. Внимание! Вы находитесь на борту боевого подводного корабля. Это вам не прогулочный катер. Руками ничего не трогать. Кнопки не нажимать. Сразу первое слово. Пожалуйста, аккуратно. Лодка у нас железная. Много выступающих частей. Поэтому берегите прежде всего головы. Уважаемые друзья, мы с вами зашли внутрь прочного корпуса подводной лодки. Дело все в том, что эта подводная лодка уникальна. Во-первых, она первая советская подводная лодка. Точнее сказать, это второй корпус из первой серии советских подводных лодок. У них есть название либо первая серия, либо подводные лодки серии «Д». Потому что в 1934 году, когда было принято решение присваивать кораблям тактические номера, была взята за основу первая буква названия головной подводной лодки «Декабрист». И остальное номера шли по порядку постройки. То есть «Д-1 Декабрист», «Д-2 Народоволец» с нашей подводной лодкой, и так до «Д-6». Это кормовые торпедные аппараты. То есть туда перед боевым походом загружались две торпеды. Сейчас мы с вами перейдем в соседний отсек. Я сейчас покажу, как правильно проходить межпереборочные двери. Потому что то, что показывают в американских фильмах, как это, обезьяне прыжки с опасностью повредить свою пятую точку, это, конечно, не про нас. Итак, значит, боком, да, встаем к переборке боком. Кстати, хочу сказать, что вот этих поручней на реальной подводной лодке нет, только кремольерный запор. Это специально сделано для музея. Боком. Сначала туда ногу, неважно, левым, правым. Переносим тяжесть. И выпрямляемся аккуратно, чтобы не удариться головой. Пожалуйста, по очереди за мной. Смех смехом, но все подводные лодки, которые даже уже после военной постройки, использовали в качестве основы дизеля для тепловозов, но они были доработаны для условий работы вот именно в подводных и морских условиях. Здесь запас топлива примерно 36 тонн, именно во внутренних топливных цистернах. Да, потому что мы понимаем, есть полный ход, когда машины работают на пределе. А, все, я понял. Пролет, да. Это важно. Ёбдить здесь, так вообще интересно. Заходи. Приборы руками не трогать. Кнопки не нажимать. Блястит все. Ну да, они закрыли, что-то не ладит молния. То есть есть возможность после выполнения торпедной атаки перезарядить торпед. Никто не знает, что случилось. Ну да, задрайли же там. Еще раз, да? Не забывай, что случилось на лошарике. Ну вот и все так коротко и так понятно. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте бубенец, и все будет круто. Пока-пока. Эх, Ладога, родная Ладога, Метели, штормы, грозная волна. Не даром, Ладога, родная, Дорогой жизни нас ворвать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова